Добрый день! Сегодня с вами будем готовить очень вкусный мандариновый пирог. Это очень уникальный пирог. Он очень вкусный, сочный. И смотрим, какие ингредиенты нам нужны. Этот пирог я пеку на день рождения моего мужа. Он не любит торты, которые с кремом. Он предпочитает с фруктами разными. И он любит мандарины и апельсины. Вот я придумала пирог с мандаринами. Очень вкусный. Для этого нам понадобится... У меня вот такие мандарины почищены уже. Долечки. У кого таких нет, возьмите мандарины, почистите и разделите на долечки. Два яйца нам нужно. 100 грамм сахара. 200 грамм муки. 1 стакан молока. 150 миллилитров. И 50 грамм масла. Разрыхлителя пол пакетика. И нужную эссенцию апельсина. Приступаем. Все замешиваем. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, если вам понравилось. Я беру мои мандарины. Сливаю сироп, но не выкидаю его. И будем вылаживать наши мандарины на наш противень. Я слила мандарины. Сироп у меня внизу остался. Я буду пользоваться только мандаринами. И сейчас разбиваю 2 яйца. И все будем взбивать миксером. 2 яйца. Сахар наш добавлять. Забьем сейчас чуть-чуть миксером. И потом будем добавлять все остальные ингредиенты. Взбиваем яйца сахаром. Наши яйца до побеления. Минуток 2-3. Льем наше масло. Растопленное уже. 30-40 секунд в микроволновке. Не забудьте долго масло в микроволновке. Чтобы оно у вас не пошло по всей микроволновке. Осторожно с маслом. Вот так. И сейчас просеиваем нашу муку с нашими. Просеиваем. И ложим наш разрыхлитель туда. И просеиваем все вместе. Я много положила сразу. Не надо было все ложить. Вот так просеяли нашу муку. И сейчас заливаем молоко. И все взбиваем миксером. Заливаю молоко. И все смешиваю моим миксером. На маленькой скорости сразу. Вот такое тесто у меня получилось. Оно жидкое. Но не очень. Ложим 4 капельки нашего аромата апельсинки. Перемешиваем. На разъемную формочку выложила бумагу. И сейчас высыпаю все мои мандаринки туда. У меня будет много мандаринов. Но очень будет мягкое тесто. Пирог. Сочным. Так как со всеми мандаринками, что тут есть. Очень будет сочным наш пирог. И очень красивым тоже. И я надеюсь вкусненьким тоже. Так как у нас есть все, что внутри. Мы положили вкусные ингредиенты. Масло. Очень хороший аромат апельсинки. И вот все выложим. Тесто на наши мандаринки. Вот так. Вот такой миндаль я посыплю сверху миндалем. И у меня есть такие уже карамелизованный апельсинчик. Вот он такой. И я сверху для украшения положу карамелизованный апельсинчик. Сейчас я открою коробочку. Вы увидите. Смотрите. Это долечки апельсинчика уже в сахаре. Очень вкусненько. Сейчас все вылаживаем. Посыпаем наш пирог миндальчиком. И апельсинчики вылаживаем сверху. Чтобы было красиво и вкусно. Оно принесет очень вкусный вкус нашего пирога апельсинового. И так как это мандаринки и апельсинки, как раз будет в тему. Вот так я его выложу. Чтобы для каждого... Так я все выложила и посыпала миндалем апельсиновыми дольками. Я все поставила жарить в духовку на 200 градусов 40 минут. Вы смотрите по вашей духовке. Если нужно чуть меньше, может 30 минут жарить. Смотрите по вашей духовке. У меня будет минут 40. Так как тесто очень высокое получилось. И там много фруктов. Минут 40, я думаю, будет как раз достаточно. Рассказывайте, как вы готовите ваши торты или пироги. Какие фрукты вы добавляете в ваши пироги. И как вы по-другому можете что-то добавлять, чтобы было вкуснее или воздушнее. Вот такой пирог у меня получился с мандаринками. Сейчас он остынет и я открою формочку. Вот такой вкусный пирог у меня получился. Happy birthday to you, mon chéri. Мой дорогой, с днем рождения тебя по-французски. Bon anniversaire, mon chéri. И по-английски happy birthday to you. Всем приятного просмотра. И до скорой встречи. Очень вкусный торт. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И до скорой встречи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok